добрый день дорогие близнецы а также те у кого астендент находится в знаке близнецы я рада вас приветствовать на своем канале и это будет гороскоп для вас на ноябрь 2020 года ноябрь будет переломным месяцем и в последний раз в ноябре соединяться вместе те планеты которые вызвали этот мировой коллапс под названием к вид 19 но также марс марс после своего двухмесячного периода ретроградности закончит свою ретроградность а также меркурий который тоже был ретроградным три недели вернется в свое прямое движение и мир уже понемножку начнет возвращаться к прежним скоростям но к сожалению пока не к прежней жизни но давайте обо всем по порядку начинается месяц дорогие близнецы с полнолуния которая произойдет 31 октября но вот энергии этого полнолуния конечно же вы будете чувствовать и все мы будем чувствовать еще до 3 ноября примерно ну а в нашу жизнь они могут воплощаться даже до двух недель это полнолуние состоялась в знаке телец и полнолуние в вашем двенадцатом доме произошло это дом уединения дом прошлого дом изоляции дом дальних путешествий дом тайн страхов врагов духовности и вот это еще одно непредсказуемое полнолуние которое могло принести нам с вами очередные сюрпризы в этот раз в этом полнолуние будет участвовать планета неожиданности непредсказуемая планета уран поэтому могут быть различные сюрпризы ну например может раскрыться вдруг ваша тайна или вы узнаете чужую тайну тайные отношения если у вас есть то вот здесь они могут быть стать известны всем остальным людям или неожиданно может отступить болезнь но полнолуние как всегда это такие завершения чего-то и здесь 12 дом дом подсознания могут закончиться какие-то ваши душевные терзания что-то на чем вы переживали дорогие близнецы в чем вы сомневались или когда вы не могли понять как вам поступить дальше вот здесь вы можете найти получить ответ на этот вопрос который вас мучил но в течение двух недель и конечно же избавиться от страхов также может подойти к концу или вынужденная или добровольная изоляция когда вы вынуждены были находиться одни или хотели находиться одни ну например кто-то закончат лечение кто-то выйдет из больницы в течение двух недель кто-то вернется на работу после больничного или же вернетесь в офис со своей удаленной работы на дому ну а также кто-то может здесь вернуться из путешествий или вернетесь с работы за границей где вы работали ну такое непредсказуемое полнолуние здесь могут быть различные сюрпризы или что-то в этих сферах вдруг может пойти не так как вы планировали солнце до 22 ноября будет находиться в знаке скорпион это ваш шестой дом дом работает дом здоровья дом домашних животных дом повседневных обязанностей и это означает что конечно же ваши рабочие вопросы тема болезни и здоровья они вот будут актуальны для вас весь этот месяц шестой дом отвечает за наш образ жизни за наши привычки поэтому конечно же очень хорошо в это время заниматься спортом заниматься собой своим здоровьем бросить есть сладкое в 12 часов ночи или еще что то какие-то вредные привычки отказаться от них но и конечно это означает еще то что в ноябре вам очень хорошо записываться на консультации ну например и какому-то медицинскому специалисту поскольку здесь вы обязательно получите хороший совет и получите правильное лечение или же например если у вас есть какое-то домашнее животное очень хорошо в этот период записать его к ветеринару ну а также на время отложите какие-то свои наполеоновские планы дорогие близнецы и все-таки старайтесь больше времени уделять работе и своим обязанностям поскольку это такой период для вас постарайтесь привести в порядок документы проверьте все ли у вас в порядке все ли документы в порядке оплатили ли вы свои счета на месте ли все подписи и все необходимые печати которые вам нужны и нравится вам это или нет но все-таки придется поработать и придется погрузиться в эту повседневную рутину которая вас окружает работайте на совесть ноябре и тогда вас обязательно заметят не просто заметят а еще оценят по достоинству поскольку солнце будет высвечивать и вас дорогие близнецы и вашу работу поэтому старайтесь не опаздывать иначе наказаний вам не избежать и вообще работайте на совесть меркурий меркурий планета который отвечает за общение за документы за поездки за транспорт и меркурий это ваш управитель это ваша планета 3 ноября вечером наконец-то он вернется в прямое движение знаки весы а это ваш пятый дом любви детей и творчество это означает что вот многие препятствия или проблемы которые у вас были в любви или с детьми или с вашим бизнесом с вашим творчеством они наконец-то останутся позади меркурий ваш управитель и для вас его разворот очень важен дорогие близнецы поскольку когда он был ретроградным то вы чувствовали вот этот период сильнее чем другие знаки и у вас сильнее чем у других могли вот притормаживаться замедляться какие-то дела ну а также ваш ум он мог влиять на ваш ум поскольку это ваша планета а вообще меркурий отвечает за наше мышление за наши мысли и вот здесь ваш ум мог работать не так как обычно и мысли ваше мышление могло подводить вас здесь меркурий пробудет до 11 ноября так что ожидайте что будет скорее всего много разговоров о детях об учебе об увлечениях ну и конечно же какое-то старое хобби у вас старое творчество вы можете опять начать заниматься им или же попробовать что-то новое но главное для вас сейчас не лениться и заниматься делом но также пятый дом это дом отдыха поэтому учитесь активно отдыхать меркурий будет в течение первой недели вступать в напряженный аспект сатурном и это означает что это время когда могут замедляться затрудняться ну например вы будете участвовать в каких-то спортивных или творческих мероприятиях и вот здесь могут быть проблемы или же проблемы могут возникать в общении с детьми с вашими возлюбленными могут быть ссоры поэтому обязательно следите за словами сейчас вы можете обидеть своих дорогих людей вот здесь имейте это в виду но в то же время конечно же нужно в это время приложить какие-то усилия чтобы вы могли решить те ссоры эти конфликты которые вам мешают меркурий конечно же ваш управитель но меркурий отвечает за наши слова за нашу речь и вот здесь будет напряжение с сатурном а сатурн все ограничивает такой строгий учитель поэтому это время когда вы возможно даже не хотя можете наговорить ну много таких жестких слов своим родным или вашим детям вот здесь будьте очень внимательны вы можете пожалеть об этом в дальнейшем и 11 ноября меркурий перейдет знак скорпион а это ваш шестой дом дом работы дом здоровья дом домашних животных дом ваших повседневных обязанностей и здесь меркурий присоединится к солнцу и это означает что для вас начинается очень хорошее время для того чтобы во первых завоевать уважение на работе это уважение коллег уважение начальства и очень хлопотный и загруженный месяц такой период на работе может быть очень много работы и будет много общения разговоров с вашими коллегами с клиентами и плюс вот ко всему этому еще может быть много бумажной работы возможно работа с документами когда придется сдавать какие-то отчеты оформлять какие-то документы искать что-то вот работа и все что связано с работой будет занимать очень много времени и ваших мыслей но если у вас есть свой бизнес то вот это месяц для вас очень такой важный ответственный когда к вам могут приходить какие-то проверяющие проверяющие инспекции проверяющие инстанции поэтому держите всю документацию в полном порядке ну а также могут приходить новости это и документы и поездки которые будут связаны с вашей работой или же с вашим здоровьем в это время или же опять будут касаться ваших домашних питомцев кто-то будет возможно проходить обследование в этот период или собирать справки какие-то по здоровью которые вам понадобятся ну а кому-то из вас добавят добавят работы еще больше чем у вас было и вам придется выполнять уже чужие обязанности в дополнение к вашим но ноябрь месяц когда можно очень неплохо заработать или можно даже получить премию заслужить уважение начальства и вы конечно должны этим воспользоваться могут появиться мысли о том чтобы сменить работу и некоторые из вас вот серьезно начнут в ноябре искать для себя новое место кто-то может уже сейчас активно ходить на какие-то собеседования рассылать свои себе кто-то получит новости которые будут связаны с новой работой вот во второй половине ноября и скорее всего это будут приятные новости концу ноября которые вы можете получить и многие из вас дорогие близнецы могут узнать что вас берут на эту новую работу ну а те кто будут искать работу то вот очень большая вероятность найти эту работу именно здесь в ноябре ну а также это хорошее время для того чтобы заняться своим здоровьем пойти и провести какие-то обследования профилактические медицинские осмотры сдать анализы или просто добраться к доктору скорее всего что вы вот эти визиты и все что складывается с вашим здоровьем откладывали это время какое-то уже время и это могло быть по разным причинам у каждого из вас 12 ноября соединение юпитера и плутона вашем восьмом доме это дом больших чужих денег это деньги государства супругов детей родителей банка это наследство это дом интима и вот это соединение называют аспект миллионера это третье соединение в этом году уже два раза они соединялись и это последнее соединение в этом году если вы не воспользовались этим соединением два предыдущих раза то сделать это хотя бы сейчас действия этого соединения мы можем чувствовать начиная с октября до 9 декабря но об этом событии у меня на канале есть отдельное видео и она называется аспект миллионера ссылку я оставлю под этим видео вы можете пройти и посмотреть рекомендации для вашего знака но это очень такое редкое астрологическое событие и для вас это такие большие перемены которые связаны с деньгами вообще такое соединение она усиливает в человеке стремление к власти и это означает что вы тоже дорогие близнецы можете стремиться к этой власти вы можете допустим в это время стать хозяином семейного бюджета главной семьи когда вы будете распоряжаться всеми деньгами которые приходят в вашу семью либо же вы получите повышение и на работе будете распоряжаться финансами вашей организации ну а также в ноябре может проясниться ситуации которые были связаны с большими деньгами с чужими деньгами которые вы возможно оформляли но по каким-то причинам до этого не могли получить это может быть и оформление кредита и какие-то совместные деньги с партнером различные компенсации страховки различные выплаты пособия алименты или же ваши родители могут дать вам какую-то большую сумму денег на большую покупку но также возможно что кто-то из вас начнет больше зарабатывать вы начнете работу над каким-то очень прибыльным проектом с другими людьми или ваш супруг может начать больше зарабатывать и а также наследство вы можете по восьмому дому получить наследство но не ждите что вот все эти перемены будут происходить но прямо в одночасье 12 ноября нет все это не будет происходить быстро но скорее всего что вот эти результаты вы получите не в ноябре в какие-то последующие месяцы 14 ноября марс марс планета энергии планета воин агрессии планета силы вернется наконец-то в прямое движение в знаке овен марс был два месяца в ретроградном движении и это в вашем 11 доме 11 дом это дом друзей социальных связей интернета дом мечты и марс является дорогие близнецы управителем вашего дома друзей и конечно же энергию марса как вы уже знаете можно направить в мирное русло или же направить на конфликты и разрушения выбирать будете вы сами чем вы хотите сейчас заниматься и как вы будете эту энергию использовать ну например вы будете больше общаться с друзьями встречаться с ними отправляться в какие-то поездки или же в какие-то походы знакомиться в интернете вести работу в интернете или бизнес создавать свои группы и блоги каналы работать над своим бизнесом в интернете или же вы направите эту энергию на конфликты конфликты с вашими друзьями с вашими коллегами и конечно же вот здесь на ссоры в интернете 15 ноября 2020 года новолуние в знаке скорпион это ваш шестой дом дом работы дом здоровья дом повседневных обязанностей привычек дом домашних животных но новолуние как вы помните это всегда начало чего-то нового это такой всплеск огромной энергии которые приходят в темы вашего шестого дома и конечно же вот эту энергию лучше все эти силы направить на ваш шестой дом многим близнецам это новолуние может принести какие-то новости которые прежде всего будут касаться или вашей работы или денег которые вы заработали или же вашего здоровья сейчас неожиданно могут быть какие-то перемены на вашей работе это могут поменяться условия работы поменяться начальство либо вы сейчас сами станете перед таким выбором в течение этого месяца нужно менять вам эту работу или вы хотите остаться на этом старом месте вообще что будет происходить с вашей работой ну чтобы здесь не происходило постарайтесь все таки не сразу принять это решение как вы будете поступать лучше подождите и хорошо обдумайте все ну хотя бы до 25 ноября поскольку тогда уже марс полностью развернется и начнет свое прямое движение и у вас будет больше энергии чтобы решать все эти вопросы ну а можно также по этому новолунию или в течение этого месяца подобрать какое-то бездомное животное это кот или собака особенно если вы хотели завести домашнее животное это кота или собаку и вот это тогда будет таким оберегом для вас и принесет вам удачу но как всегда об этом новолуние будет подробное видео поэтому следите за новостями на канале венера венера планета денег планета красоты и любви комфорта до 22 ноября будет находиться в знаке весы а это ваш пятый дом любви творчество детей радости и венера очень добрая планета и еще венера это управитель вашего дома любви и детей конечно же это очень хорошее положение планеты любви это значит что будут происходить какие-то приятные события которые вас порадуют настроение будет хорошим несмотря на то что многие из вас будут много работать в ноябре но это время когда вы можете найти время для того чтобы весело провести его вместе с вашими любимыми или же с вашими детьми или заняться каким-то своим хобби кто-то будет отправляться на различные мероприятия это могут быть и праздники и дни рождения другие радостные события или же ваши дети ваши дети могут порадовать вас своими успехами в это время это время когда возможно также беременности или рождение детей у вас или у ваших детей или в вашей семье и конечно же это время романтики и любви поэтому в семьях и парах венера несет вам гармонию ваши отношения просто радуйте друг друга подарками покажите любовь свою своему партнеру и покажите благодарность вашим любимым и вашим детям старайтесь больше времени проводить с ними и конечно же побольше романтики приносите в свои отношения побольше чувственности все это понравится венере это время также каких-то кратковременных интрижек время флирта когда некоторые из вас дорогие близнецы могут просто флиртовать или даже завести роман на стороне такое тоже возможно но скорее всего тогда это будет такой недолгий несерьезный роман но если у вас уже есть пара то конечно же проблема такой роман может принести большие поэтому думаете что вы делаете отвечайте за свои поступки но и конечно же сами старайтесь внести сюда романтику старайтесь нести праздник ваши отношения это ужин на двоих при свечах или же отдых где-то вместе и вы обязательно сможете сами придумать как это сделать что может понравиться вам и вашему партнеру чтобы вам или вашему партнеру не нужно было искать вот эти эмоции на стороне сейчас но те кто по-прежнему одиноки те кто находится в поиске вы не должны сидеть дома в это время не пропустить этот период поскольку сейчас вы можете влюбиться познакомиться и познакомиться можно в местах где праздник где радость где музыка где люди отдыхают а это и концерты и рестораны и вообще места где люди отдыхают и радуются 22 ноября солнце войдет в знак стрелец это ваш седьмой дом дом отношений дом брака и партнерства и здесь же 22 ноября венера перейдет в знак скорпион в ваш шестой дом работы и здоровья и конечно же начинается такое очень хорошее время для того чтобы укрепить отношения ну во первых особенно супружеские отношения но это могут быть и деловые отношения это время когда вы можете заключить очень выгодные контракты по работе или же по вашему бизнесу подписать какие-то документы договоренности договориться например каких-то более комфортных более выгодных условиях на вашей работе или о повышении вашей зарплаты но вам сейчас будет очень важно что вас будут думать другие люди как они вас будут оценивать какое впечатление вы будете производить на них но вообще концу ноября вот здесь ваши отношения с другими людьми это умение договориться найти компромиссы конечно будет очень важно для вас и вы должны обратить на это внимание а еще это время служебных романов венера в шестом доме работы может принести вам служебные романы и возможно что у вас начнутся отношения с вашим коллегой или с вашим партнером по бизнесу или даже с начальником но некоторые из вас сейчас объявят объявят себя парой или же сообщат о свадьбе в конце ноября ну а те кто одиноки то знакомства могут происходить например когда вы будете что-то делать выполнять свои рабочие обязанности или будете находиться в командировке тут же по рабочим делам или когда будете заниматься вопросами своего здоровья или просто гулять с вашей собакой в парке где-то но не пропустите эти возможности поскольку вот эти знакомства они могут привести вас потом к браку ну и конечно же в ноябре могут быть романы на стороне мы уже об этом с вами говорили но прежде чем вы все-таки решитесь на такой шаг попробуйте эти отношения которые у вас уже есть попробуйте их освежить и не проводите все свободное время вместе имейте такую активную социальную жизнь чтобы вы были жили для себя тоже дорогие близнецы и тогда вы не будете так уставать друг от друга и у каждого должны быть все-таки свои интересы а 29 ноября нептун нептун планета иллюзий вернется после шести месяцев ретроградности в свое прямое движение в знаке рыб это ваш 10 дом дом карьеры дом статуса дом достижений и это означает что наконец-то у вас будут позади будут те проблемы которые могли тянуться целые полгода какие-то непонятные ситуации которые были связаны с вашим статусом с вашей работой сейчас проясняться эти ситуации например останетесь ли вы работать на этой работе или же вы получите это повышение или нет которое могло откладываться уже долгое время выйдете ли вы сейчас на пенсию или продолжите работу или выйдете вы сейчас на работу или уйдете с работы ну а также сохраните за собой тот статус который у вас есть или все-таки потеряете его а статус это и работа и учеба и место вашего жительства ну и конечно же ваш брак и ваша карьера 30 ноября полнолуние луна будет находиться в вашем знаке дорогие близнецы а солнце в знаке стрелец и лунное затмение в вашем первом доме в вашем знаке а значит вы очень почувствуете вот этот период в этом месяце вы будете самые главные так как сейчас именно у вас в вашем знаке произойдет первое из двух затмений это будет лунное затмение и значит в вашей жизни завершится какой-то длительный период когда вы будете подводить итоги это затмение откроет коридор затмений и принесет прежде всего вам результаты ну например вашей работы или наоборот результаты вашего безделья тут каждый получит по заслугам для кого-то это будут итоги последних шести месяцев а для кого-то даже итоги они могут быть дольше ну и особенно сильно повлияет это затмение на тех близнецов которые рождены в период с 26 по 29 мая или тех у кого в девятом градусе близнецов есть какие-то личные планеты или угловые точки гороскопа но это лунное затмение оно принесет также какое-то понимание вас самих что вы хотите делать как вы хотите выглядеть куда вы хотите стремиться и с кем вы хотите быть ну и конечно же вот это затмение оно в первом доме и это означает что все-таки будут такие кардинальные перемены которым вы можете уже готовиться и возможно кто-то просто кардинальным образом поменяет себя ну я не знаю сделает пластическую операцию или очень изменит свой имидж ну а также это может быть и новая работа и рождение детей и новый брак что-то будет меняться и это что-то будет касаться именно лично вас и затрагивать лично вас дорогие близнецы но об этом затмении будет отдельное видео в котором мы поговорим подробно о нем поэтому следите за новостями на моем канале вот такой месяц ожидает вас дорогие близнецы берегите себя удачи вам и до встречи на моем канале и